В этой программе я буду вас удивлять. Забыть о сложностях, я научу вас готовить великолепные блюда легко и непринужденно. Невероятно нежное. Всем, от новичков до опытных поваров, я подарю уверенность и особые знания, чтобы вы могли готовить лучше. Срезаем по дуге, все идет в дело. Я работаю поваром уже более 25 лет. Отлично, уже подали к столу. Я учился у лучших поваров, а потом учил у некоторых из лучших. Всегда, когда готовишь, пробуй на вкус. Каждый раз, хорошо? Я поделюсь простыми и доступными рецептами блюд, которые легко приготовить дома. Невероятно. Я поведу вас за руку, становится все лучше и лучше. И научу готовить все. От бюджетных блюд, выпечки и фастфуда до коронных праздничных шедевров. Это единственные кулинарные уроки, которые вам нужны. Кулинарные уроки от Гордона Рамзи. Добро пожаловать на мои кулинарные уроки. Вас ждут советы для поваров, информация и сотни незаменимых рецептов. Обед на скорую руку. Сегодня мы научимся готовить вкусные обеды на скорую руку. Для меня, как и для всех поваров, хорошая еда вся жизнь. В обедах на скорую руку нет суеты, их легко и быстро готовить. Так что, как бы заняты вы ни были, вы всегда сможете насладиться великолепной едой. Для таких обедов не нужно делать дополнительных покупок, так как рецепты основаны на повседневных продуктах. Это позволит вам насладиться невероятными блюдами в любое время. Начнем с вкуснейшей пасты с грибами и луком-пореем. Быстрая и простая в приготовлении паста из ежедневных продуктов доказывает, что хорошую еду можно есть в любое время, минимум времени. Важно сначала поставить воду на огонь. И когда она закипит, у нас уже будет все готово к пасте. Пока вода закипает, начнем готовить соус и нарежем грибы. Прежде всего пальцы. Один впереди, два позади. Вверх и вниз. Добавим оливкового масла на разогретую сковороду. Хочу, чтобы грибы приобрели цвет. Снимаю с плиты буквально на 10 секунд. Важно, чтобы все ингредиенты находились на одном краю сковороды, когда вы будете их подбрасывать. Вверх и отвожу назад. Вы услышите, как из грибов выходит вода. Затем нарезаем большой зубок чеснока. Подготавливаем лук-парик. Проводим ножом посередине до самого низа. Переворачиваем. И делаем так еще раз, чтобы получились четвертинки. Промоем, чтобы избавиться от грязи и песка. Шинкуем и добавляем весь лук в грибы. Это просто прекрасно. Вот так. Отлично. Необходимо, чтобы из лука вышла вся вода. Когда все будет готово и жидкость испарится, останется приятный аромат. Чеснок станет хрустящим. Мы добавим немного куриного бульона. Чудесно. Листы лазаньи. Мы просто опустим их в воду. Листы лазаньи – необычный выбор для такого блюда. Но они отлично подойдут. Впрочем, как и любая другая паста, которая есть у вас дома. Слегка подвигайте кастрюлю, чтобы паста не прилипла ко дну. Куриный бульон выкипел наполовину, и сейчас жидкость едва покрывает грибы и лук. Выключите газ и добавьте несколько столовых ложек сливок. Они обогатят вкус блюда. Затем верните на плиту и варите на медленном огне 3-4 минуты. Секрет варки пасты заключается в том, чтобы не дать ей свариться до конца и получить нужную текстуру. Виньте лист и потрогайте его пальцами. Если вы ощущаете касание, то все готово. Дальше снимите соус огня и опустите в него листы лазаньи. Они впитают в себя восхитительный соус, несмотря на то, что газ уже выключен. Осталось добавить нарезанный свежий тархун. Эта восхитительная трава отлично подходит к грибам и луку. Мы просто посыплем сверху и дадим настояться. Я подам это в виде брускетты, обжарив свежеиспеченный хлеб чайбата. Отрежем два кусочка, сбрызнем их оливковым маслом. Натрем хлеб чесноком, особенно корочку. Она очень хорошо сохраняет вкус. Далее добавим немного масла на сковороду. И как только пойдет дым, выложим хлеб. Посмотрите на пасту. Она полностью покрыта соусом. Для подачи на стол я возьму ложку грибов, лука и сливок. А затем сверну лист лазаньи и положу его сверху. А тархун придал аромат. Очень вкусно. Выложу хлеб. Восхитительная паста готова, вкуснейшее и простое блюдо, которое можно приготовить всего за 20 минут. Добавьте легкие и универсальные блюда, вроде этого, к вашему ежедневному домашнему меню. И вы в два счета сможете приготовить вкусную еду. С полноценными рецептами пасты в запасе вы всегда будете в состоянии приготовить фантастический обед или ужин. Я поделюсь тремя рецептами пасты, которая чудесно пахнет и готовится за считанные минуты. Во-первых, фарфалли с рикоттой, панчеттой и горохом. Начнем с обжарки бекона на большой сковороде. У копченого бекона глубокий слоноватый вкус, который отлично сочетается с пастой. Когда бекон станет коричневым, добавьте немного порезанного чеснока и снимите все с плиты. Затем добавьте фарфалли в кипящую соленую воду. Итальянцы называют эту пасту бабочкой из-за ее формы. Благодаря гладкой текстуре она отлично сочетается с разными соусами. Перед тем, как сварится паста, добавьте в кастрюлю замороженный горох. Когда паста и горох будут готовы, слейте воду и добавьте фарфалли с горохом к бекону и чесноку. Ложка свежих сливок. Несколько ложечек кремообразного сыра рикотты. Приправим. И можно подавать. Готово всего за 12 минут. Фарфалли с рикоттой, панчеттой и горохом. Вкусный, быстрый и легкий ужин, готовый, когда готовы вы. Следующее блюдо из пасты. Тольятелла с мясным соусом болоньезе. Сначала опустите тольятеллы в подсоленную воду. Длинные ленты пасты сформированы в гнезда. И для их варки потребуется около 10 минут. Затем добавьте оливковое масло на разогретую сковороду и жарьте нашинкованный лук и чеснок, пока не выпарится вся жидкость. Следующий шаг. Разрежьте кожу колбаски и высыпьте мясо на сковороду. К этому блюду отлично подойдет итальянская колбаска с фенхелем или сицилийские колбасы. Но вы можете использовать любую колбаску, которая у вас есть. Когда мясо приобретет коричневатый цвет, добавим разрезанные пополам помидоры черри. Ну и, конечно, добавим специи. Несколько ложек воды, в которой варилась паста. Из-за крахмала соус загустеет и будет лучше сочетаться с пастой. Сольем воду и добавим мясной соус. Посыплем сверху тертым пармезаном. Чудесные тольятеллы с мясным соусом болоньезы – отличный вариант для занятых людей, желающих питаться вкусной едой. Последнее блюдо из пасты, которое готовится за мгновение и наполнено чудесными вкусом и ароматами – спагетти с перцем чили, сардинами и орегано. Для того, чтобы получить хрустящую корочку, нагреем оливковое масло в сковороде. Добавим нарезанный чеснок и панировочные сухари. Готовим на среднем огне, пока сухари не приобретут золотистый цвет. Добавим приправы и выложим на салфетку. Чтобы приготовить соус, сольем масло и сардин в разогретую сковороду. Обжарим в нем порезанный перец чили и чеснок. Опустим спагетти в кипящую воду. Нарежем сардины и добавим их к перцу и чесноку. Консервированные сардины – отличный повседневный продукт, который должен быть дома у каждого. В них много белка и омега-3 жирных кислот. К тому же они очень вкусные. Слейте воду и добавьте пасту к сардинам, перцу и чесноку. Добавьте несколько листочков орегано и горсть руколы. Подавая на стол, выложите пасту и посыпьте сверху хрустящими сухариками. Спагетти с перцем чили, сардинами и орегано готовы за 15 минут. Полезное, вкусное и ароматное блюдо. Отличная паста за считанные минуты. Неважно, хотите ли вы расслабиться перед телевизором и нуждаетесь в быстром вкусном ужине для своей семьи, или же просто хотите насладиться чем-то прекрасным, вам всегда пригодятся три рецепта чудесной пасты, которые можно выучить наизусть и приготовить очень быстро. Я поделюсь с вами пятью кулинарными советами, начиная с того, как приготовить ингредиент, который отлично подходит для обеда на скорую руку – куриную грудку. Это, наверное, самая популярная часть цыпленка. Мясо очень нежное и диетическое, универсальный вариант. Секрет заключается в том, чтобы приготовить грудку, не пересушив ее. Сначала добавим соль и специи с обеих сторон. Две столовые ложки оливкового масла. Разогреем сковороду. Нужно, чтобы филе приобрело приятный цвет. Ведь не будет цвета, не будет и вкуса. Помните об этом. Далее наклоните сковороду, чтобы филе хорошо прожарилось. Дайте сковороде сделать свою работу. Обычно для приготовления куриного филе требуется около 10-12 минут. Получилась хрустящая корочка приятного цвета. Теперь мы будем деглассировать сковороду вином. Марсала – сладкое, крепленное итальянское вино. Вы также можете использовать белое вино. Я вливаю марсалу. Ламбе. Спирт выгорает, и у блюда появляются своеобразные вкусы и аромат. Обмакнем курицу в вино. Деглассировать означает налить жидкость в сковороду, где только что жарилось мясо. Для того, чтобы включить частицы, оставшиеся на дне, в соус. А теперь куриный бульон. Доведем до кипения и поварим на медленном огне 3-4 минуты. Важно не забывать переворачивать филе. С одной стороны уже появилась приятная корочка, теперь поджаривается другая сторона. Она начинает впитывать бульон. Внутри мясо будет очень нежным и сочным. Количество бульона и вина заметно уменьшилось. Вы даже можете позволить им почти выпариться. Кстати, их сочетание придаст куриному филе под аппетитной корочкой слегка сладковатый привкус. Ну, вот и все. Получилась восхитительная сочная куриная грудка с удивительно вкусной корочкой. Феноменально. Супы – потрясающе простые блюда. Мой совет – всегда храните в холодильнике остатки пармезана. Для того, чтобы придать блюду невероятно глубокий вкус, добавьте сыр и дайте супу настояться. Перед подачей на стол извлеките пармезан, меньше отходов, больше вкуса. Еще один совет. Добавьте суп перед подачей на стол, порезанное кубиками сливочное масло. Оно придаст блюду гладкую бархатную текстуру и прекрасный богатый вкус. Следующая хитрость касается блюда, которое мы часто едим по выходным, когда нам некуда спешить. Запеченный картофель. Для того, чтобы получилась хрустящая корочка, посыпьте картофель солью перед тем, как отправить в духовку. Соль вытянет всю влагу с поверхности. Ее также можно использовать для создания хрустящей корочки при приготовлении курицы или рыбы, которым она еще и придаст великолепный вкус. Жареные орехи отлично подходят для просмотра телевизора. Чтобы легко удалить шелуху, нужно просто подержать их в духовке около 10 минут, затем обернуть в полотенце и потереть. Как только кужура отделится, посыпьте орехи морской солью и подайте с бокалом вина. Кулинарные уроки от Гордона Рамзи. Чтобы приготовить вкусный обед на скорую руку, необходимы разнообразные ингредиенты. Даже такие простые продукты, как консервированные сардины, томаты, паста или рис, нужно выбирать с умом, чтобы не потратить зря деньги. Я помогу вам научиться разбираться в пасте. Паста. Когда дело доходит до священного итальянского продукта, вам будет сложно найти кого-то, кто знает о пасте больше, чем Антонио Сакамани. Я обожаю пасту, ем ее каждый день. Он продает отменную пасту в квартале Сохо в Лондоне уже более 35 лет и ест ее в течение всей своей жизни. Кто делает лучшую пасту в мире? Конечно же, итальянцы. Если в Италии не будет пасты, мы просто умрем. Чтобы приготовить вкусную пасту, нужны два ингредиента. Хорошие яйца и хорошая мука. Вот и все. Это мука из твердых сортов пшеницы. Посмотрите, какая она мягкая. Готовится очень быстро, где-то за минуту в кипящей воде. Пару минут и готово. Магазин недостаточно большой, чтобы здесь поместились все виды пасты. Знаменитые спагетти Аль Бронзо. Пенне разных форс. Это фузилли, оркьетте, орзо, трофьетте. Антонио прав. Здесь умопомрачительное количество удивительных видов пасты, которую здорово иметь в запасе на домашней кухне. Я хочу показать вам отличия между разными формами и размерами, а также рассказать, для какого блюда их можно использовать. Маленькие макароны, такие как фарфалинные, лучше использовать для тушеного мяса или супов. Они добавляют блюду дополнительную текстуру. Наглядный пример – итальянский суп министроне. Короткие трубочки, как у Пенне, отлично подходят к различным соусам из густых сливок или томатов, поскольку твердые края удерживают больше соуса, и вы наслаждаетесь всем вкусом. Длинные и тонкие – это спагетти. Классическая форма была изобретена в Неаполе, но в каждой области Италии есть свои вариации спагетти. От болоньеза до карбонара или моего любимца «Алле Ван Голе» – спагетти с восхитительными морскими моллюсками. Тонкая, длинная, плоская лапша «Фетучини» превосходно сочетается с оливковым маслом или небольшим количеством соуса, которые покрывают ее равномерно и не дают ей склеиться. Листы пасты хороши не только для приготовления лазаньи, но и для каннелоны. Трубочек из пасты с различной начинкой, а также для обедов на скорую руку, вроде моей пасты, с грибами и луком-пореем. Наконец, особый вид пасты – спагетти с чернилами каракатицы. Изящный сладкий вкус и удивительно черный, как уголь цвет. Идеальный вариант для восхитительного и необычного ужина. Какой бы ни была форма, всегда выбирайте пасту, нарезанную через насадки, сделанные из бронзового сплава. Благодаря такому способу приготовления получается тонкая, неровная структура, к которой лучше прилипает соус. Паста может быть сушеной или свежей. Последний вариант предпочтительный для обедов на скорую руку, потому что она быстро варится и невероятно на вкус. В магазине мы делаем пасту каждый день. Посмотрите, она прекрасна, вкусная, свежая, ее можно есть даже сырой. Если хотите, можно хранить ее 2-3 дня в холодильнике или даже заморозить. И она никогда не потеряет своих вкусовых свойств. Не важно, свежая или сушеная паста настолько универсальное и быстрое блюдо, что превосходно подходит для обедов на скорую руку. Идите скорее в магазин, запаситесь различными видами пасты и приготовьте вкуснейший ужин. Приятная на вид, вкусная, здоровая пища. Вы просто не сможете устоять. Сейчас люди живут в бешеном ритме, но это не значит, что вы должны отказываться от хорошо приготовленной еды. Мой секрет в том, чтобы иметь в своем арсенале отличные рецепты и разнообразные продукты, которые в любой момент могут превратиться в быстрый и вкусный ужин. Делайте покупки с умом, и вы в любой момент сможете приготовить удивительный ужин не только для двоих, но и для 20 человек. Мое следующее блюдо состоит из простых и дешевых ингредиентов и готовится очень быстро. Это оладьи и сахарные кукурузы с соусом из йогурта. Здорово иметь несколько рецептов, на которые всегда можно положиться. Поищите на кухне, наверняка у вас найдется баночка сахарной кукурузы. Я покажу, как из нее приготовить вкуснейшие оладьи. Делаем покупки с умом. Сначала тесто. Берем муку, просеиваем. Это важно сделать, чтобы не образовалось комочков. Перед завершением добавлю половину чайной ложки разрыхлителя. С помощью разрыхлителя тесто немного поднимется. Так, я просею еще. Щепотку соли и перца. Затем яйцо и 4 столовых ложки молока. Помешаем. Немного сбрызну оливковым маслом, это сделает тесто более эластичным. Перемешаем. Убедитесь, чтобы не осталось комочков. Тесто должно получиться однородным, практически как для торта. Отлично. Затем выньте семена из перца чили, чтобы сделать его менее острым. Покатайте перец, чтобы он получил хорошую встряску. Затем вытряхните семечки, разрежьте пополам, затем на 4 части, а потом на 8. Так можно быстро нарезать перец. Добавьте его в тесто. Затем зеленый лук. Снимем с него кожицу, обрежем вверху и внизу. Режем под углом, чтобы он хорошо смешался с тестом. И добавляем кориандр. Режем аккуратно и высыпаем в тесто. А затем у нас пойдет сахарная кукуруза. Я слил жидкость, чтобы тесто не было слишком влажным. Хорошенько перемешаем. Соотношение ингредиентов и теста 2 к 1. Это секрет вкусных оладий. Акцент делается на начинке, а не на тесте. Итак, разогреваем сковороду. Наливаем оливковое масло. Берем большую десертную ложку. Это будет одна порция. Разложите оладьи на сковороде по часовой стрелке, чтобы вы всегда знали, какой готов первым. Обратной стороной ложки немного придавите оладьи. Вот так. Возьмите лопатку. Проверьте, поджарилась ли одна сторона и переверните. Отлично. Ну а теперь сделаем заправку из йогурта и чили. Добавьте нарезанный перец в баночку с натуральным йогуртом. Немного свежего лайма. И последний штрих – кориандр. Добавил кориандр. И теперь можно перемешать. Перец и лайм добавляют вкусу остроты. Оладьи пахнут восхитительно. А на вкус они еще лучше, особенно с йогуртовым соусом. Отличный рецепт сахарной кукурузы. Приваска. Следите за моими уроками, советами, рецептами, и вы научитесь, как профессиональный повар. Продолжение следует...